Добрый вечер, 21.03 в Москве, это Сергей Медведев, программа «Археология». Сегодня у нас тема такая, правоохранительная или правозащитная, смотря как посмотреть. И вы знаете, прежде чем анонсировать нашу нынешнюю тему, я хотел бы все-таки поговорить о событиях сегодняшнего дня, которые, мне кажется, касаются всех, нас в частности, потому что это, собственно, из вот этой вот правоохранительной сферы. Вот то, что происходит с Развожжаевым, с этим вот совершенно фантастическим похищением человека из Киева и доставкой его в Москву, написанием явки с повинной, недопуском адвоката, ну и вообще со всеми теми новостями, которые приходят буквально ежечасно с правоохранительного фронта. Только что вот буквально в Казани выяснилось, что тоже там был не так давно замучен зверский в милиции один человек, но только сейчас видеозапись этого появилась, когда все следствие по этому делу уже закрыто и виновных, естественно, не нашли и так далее. То есть, понимаете, мы возвращаемся к той теме, которую здесь ставили не раз, к теме нового 37-го года, к теме полицейского государства. Это будет очень прямо связано с той вещью, о которой мы хотели говорить сегодня, а именно о культуре доноса. Возможно ли в гражданском обществе гражданам доносить друг на друга, следить друг за другом. Но сначала мне хотелось бы поговорить о вот этих вот призраках нового 37-го года. В гостях у нас Никита Петров, зампредседатель Совета научно-информационного центра «Мемориал». Добрый вечер, Никита. Добрый вечер. Роман Баданин, шеф-редактор сайта журнала «Форбс». Добрый вечер. Добрый вечер. И Алексей Конов, Институт государственного муниципального управления Высшей школы экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, если коротко попытаться прокомментировать вот эти вот последние события, то, что происходит сейчас. Ну, действительно, как-то с языка это, само собой, срывается. Мы все эти месяцы говорили, говорили после вот этого вот закручивания гаек после 6-го мая. Но что сейчас действительно настает, новый 37-й год? Ну, я бы, например, сказал о возвращении к практикам, которые были в сталинские времена. Да, и это на самом деле есть какое-то вот реанимирование, оживление архетипических страхов власти. Боязнь несогласных, боязнь оппозиционеров, боязнь, что кто-то кого-то за ниточки дергает из-за рубежа. Власть на самом деле не имеет никаких доказательств, но создает атмосферу, в которой легко создаются и доказательства. И вот похищение человека, это на самом деле уже преступление, само по себе. Ну да, и учитывая эту, собственно, атмосферу беззакония, которая у нас существует, просто сейчас это беззаконие, оно обернулось, оно получило очень сильное такое политическое измерение. Вот этот вот правовой беспредел, он стал обернут на реальных или потенциальных оппозиционеров, тех, кого режим считает своими врагами. Роман. Ну, что вам сказать? Враги народа, они, в общем, авторитарному, по сути, государству в разные моменты обязательно нужны. И нужны они будут, наверное, и нынешней российской власти, чтобы объяснить. Враги народа в самом широком смысле. Враги за границей, враги, так сказать, по смыслу. Чтобы объяснить, почему не растут зарплаты бюджетников до 16-го года. Что бюджет у нас вот такой вот, а не другой. Что, допустим, жить весной станет тяжелее. Ну, это очень удобно. А почему это делается такими практиками? Ну, по-другому не умеют. По-другому не умеют. Где мы вообще сейчас находимся? Вот примерно оценитель места России, учитывая то буквально ежедневные вещи, которые прилетают. Это уровень Белоруссии, уровень Азербайджана. Как вас нас по этой шкале можно оценить? Алексей. Ну, это для меня очень сложный вопрос. Потому что я не совсем до конца понимаю, что такое уровень Белоруссии или уровень Азербайджана. Ну, уровень нарушения гражданских прав, уровень, я не знаю, невозможностей, критики, режима, выражения открыто своего несогласия. Ну, знаете, я думаю, что у нас, почти у всех бывших советских республик, у нас все-таки общее прошлое и некие, у многих силовых структур некие общие подходы к решению тех задач, которые перед ними ставятся. Поэтому во многом мы действительно похожи и на азиатские страны, и на Белоруссию. Там тоже правоохранительные структуры действуют такими странными. И, в общем, по большому счету топорными методами. Потому что все-таки, что удивляет во всей этой истории, ну, не то, чтобы удивляет, а то, что бросается в глаза, это такое отсутствие элегантности. То есть все сделано очень так резко, грубо и вполне логично, понятно и так далее. С элегантностью наша власть в последнее время, как бы, извиняюсь, не заморачивается. Никита, да, вас не пугает вот эта вот легкость этого сравнения нашего с Белоруссией? То, что казалось еще, я не знаю, мы много лет говорили, что, ну, конечно, у нас зажимает, но все-таки, так сказать, не Лукашенко же. Согласен, но мы можем развернуть дискуссию, где мы находимся, без 15 минут от Белоруссии или без 5 минут. Вот только в таких, что называется, временных и оппозиционных категориях. Но меня другое удивляет, почему за 20 лет власть и так называемые правоохранительные структуры не научились быть цивилизованными. Ведь у нас было за эти 20 лет принято масса, в общем, на самом деле, хороших законов. Они не выполняются, они хронически не выполняются. Власть сама не в состоянии выполнять те законы, которые принимались в 90-е годы. И это и есть хроническая болезнь, это и есть та болезнь, которую нужно лечить. Ну, по-моему, даже происходил процесс децивилизации, демодернизации правоохранительных органов. И, грубо говоря, милиционер на улицах города гораздо более опасен сейчас, чем 20 лет назад. Ну, это отсутствие парламентского контроля за спецслужбами уже общее место. Тут даже бессмысленно, ну, что-либо объяснять. — И вопрос еще, наверное, тоже о том, что законы, может быть, раньше принимались все хорошие, но сейчас тот, собственно, корпус законов, который был принят за последние полгода... — Да, это регресс. — ...за замечательной думы, он, как это, знаете, у Франка было. Друзьям все, врагам закон. — Да. — Вот сейчас этот самый закон и действует. Ну, и последний вопрос, прежде чем мы перейдем уже к основной теме нашей передачи. Насколько велик, вы считаете, потенциал репрессий? Это какое-то все-таки подмораживание, посылаются, может быть, сильные такие сигналы, ну, в том числе бьются некие такие оппозиционеры режима, частично несистемные, да, ну, удальцов, там, люди, окружающие удальцов, как бы, можно сказать, что они нарывались, что они, так сказать, сознательно шли на конфронтацию, это их способ существования. Или эта машина уже сорвалась, и она пойдет рук крушить все подряд? — Машина сама создает врагов, между прочим. Именно такими действиями, именно такими и неэлегантными, как правильно было сказано, и, на самом деле, и противозаконными действиями. То есть то, что мы имеем сейчас, это и не правовое государство, и уж тем более не гражданское общество. Но именно гражданское общество, если оно будет создаваться снизу, оно, конечно, способно дать отпор подобным действиям. Другое дело, что мои слова могут вам показаться чрезвычайно идеалистическими. — Ну да, понимаете, я пытаюсь понять, где, собственно, вот это вот дно нащупать, где пределы того падения, свободного падения, которое началось несколько месяцев назад. Ну хорошо, ну вот в субботу будут, так сказать, сейчас организаторы протестного движения, призывают к одиночным пикетам. Ну вот в понедельник, кстати, очень тоже важное событие. Я считаю, люди, не только те, кто пострадал в репрессиях, но просто озабоченные граждане и граждане, озабоченные судьбой своей страны, не могут пройти мимо. Будет вот этот вот день узников, день жертв и жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади будут читаться списки расстрелянных. Тех 30 тысяч, которые просто в Москве были расстреляны. Это такое важное символическое действие. Если у власти свой символизм в этих арестах, то, собственно, у людей тоже своя символика есть. Ну хорошо, вот эти вот гражданские, но где те ограничители, что может заставить власть, я не знаю, приостановить вот эту вот машину репрессий? Роман. Сергей, ну здесь же ключевой вопрос. Насколько мы уверены в том, что таких людей, как мы, которым не нравятся вот эти новые силовые репрессивные методы властей, не нравятся? Нас? Много ли нас? Никита в нашем разговоре, который предварил передачу, правильно заметил, что, в общем, в интернете уже многие люди говорят, а неплохо. А неплохо, что его в Киеве задержали, ноги скрутили с руками, обмотали скотчем и довезли в микроавтобусе три дня через Брянскую. Это неплохо, говорят они. Ну, запрос на силу, он, видимо, частью людей встречается на ура. Вот, как бы, когда замеряют, насколько это полезно, насколько это, может быть, помогло Путину в начале его нового срока, тогда будет, ну, наверное, ясен горизонт использования таких методов. Действительно, вы правы, здесь такое совпадение. Если первый президентский срок Путина начинался с войны с Чечнёй, был важен внешний враг, то сейчас появился... Олигархов. Первая группа олигархов, засевших в телевизоре, как известно. Второй срок начался с тюрьмы Ходорковского. Третий срок начинается с тюрьмы Пусираец, с тюрьмы Удальцова. Ну, возможный. Ну да, каждый раз внутренний, каждый раз внутреннего врага. В общем, всё это достаточно печально. Мы будем следить за развитием событий. Естественно, у нас в археологии постоянно об этом говорить. Ну а сейчас, собственно, о теме, которая соотносится с этим, потому что она об отношениях государства и общества, и гражданского общества. И я хочу рассказать одну историю, которая приключилась со мной лет 15 уже тому назад. Произошла она в Германии. В Германии я некоторое время жил. У меня была машина с немецкими номерами. И на этой машине я ехал по горной дороге, когда передо мной тащился на очень маленькой скорости. Какой-то фургончик местного водопроводчика, которого я обогнал, к стыду своему, через сплошную линию. Водопроводчик не поленился, доехал до местного городка, сообщил обо мне в милицию, написал заявление. Вот по этому заявлению открыли дело. Я не стал возражать, потому что был бы суд, который, очевидно, совершенно принял бы его сторону. И, собственно, меня лишили прав на два месяца и оштрафовали на несколько сотен евро. И вот я долгие месяцы и годы со своими русскоязычными друзьями, живущими в Германии, которые тоже по похожим поводам теряли права. В частности, их фотографировали с балконов пенсионеры, которые ставили у себя камеры с радарами на балконах. Вот они немцы, вот они, собственно, в 1933 году евреев так сдавали. Вот он фашизм в действии. Люди ради порядка готовы пожертвовать человеком живым. И вы знаете, вот сейчас, живя в Москве и видя тот беспредел, который творится у нас на дорогах, я не говорю вообще общий правовой беспредел со взятками, коррупцией и прочим. Ну, просто даже говоря про дорожный беспредел. Те знаковые аварии и смерти последних недель. Вот эти вот семь человек, убитые на Минской улице. Это смерть нелепая Марины Голуб. Я думаю, что в результате я этого немца-то оправдываю. Я сам, может быть, так поступил. И очень часто я чувствую, я вижу, как, так сказать, мои соседи по потоку срываются на красный свет, разворачиваются через дверя плашных. А если бы я мог, я бы, наверное, как тот немец поступил бы. Доехал бы и заложил. Если бы только была у меня гарантия, что это действительно будут приняты какие. Вот. И я хочу, собственно, поговорить об этой теме. Донос. Что это? Гражданская бдительность или житейская подлость? Вот смотрите, доносчик же у нас в русской культуре лицо такое неприятное, да? Стукач изначально. Как вы считаете? Потому что и власть, которой доносят структура крайне неприятная в истории русского человека. Ну, то есть, на все... Ну, я думаю, даже на всех уровнях общества. Не только обязательно власть. Ну, смотрите, ябедник в школе. Тоже ведь, да, так сказать, ябеду бьют. Да, ябеду, ябеду учат. Ну, в общем, не говорю, там я на зоне, там, что со стукачом делают. Ну, и, собственно, клеветник... Ну, не клеветник, а доносчик, осведомитель в трудовом коллективе тоже подвергается астракизму. То есть, как бы на всех уровнях общества доносчик отторгается. Ну, на самом деле, мы должны четко разграничить вообще явление. Донос, как сообщение начальству о совершенном преступлении, как, собственно, изначально и подразумевалось понятие этого слова, это вроде бы понятная вещь. Но мы всегда разделяли себя и власть. И получалось так, что мы не в своей стране живем, а мы в своей стране как партизаны. Везде есть какие-то определенные образования, объединения, группы. Коллектив школьный, ему противостоит начальство, то есть педагоги. Отсюда уже идет вот это эмоциональное отношение к сообщению начальству. И это воспитывается с детства, потому что мы до сих пор живем в стране, в которой правительство и само государство не является ни выразителем нашей воли, ни выразителем нашей чаянии. Мы пока этого не чувствуем. То есть гражданское общество, это тогда, когда мы понимаем, что это наше правительство, наша страна, и которая выражает нашу волю и чаяния. А в противном случае перед нами враги. И поэтому, понимаете, любое сообщение врагам, даже хотя бы о том, что нам мешает жить, вроде как выглядит предосудительно. А ведь вы правильно поставили, Сергей, вопрос? Если вы видите, как пьяный водитель, ваш сосед, садится за руль, надо о нем сообщать или не надо? Вы встанете перед сложнейшей дилеммой. Он, может быть, через два перекрестка кого-то убьет, находясь за рулем. Но он сосед. Но он сосед. Он друг. Он же, ну, может быть, он не друг ваш. Допустим, облегчим вашу задачу, он не друг. Но сосед, с ним, с ним, с ним жить. А бывает, что и друг в той же Германии, если посмотреть во многих странах, вот так друзья сидят вместе, пьют, один встает, едет, и есть, собственно, люди, которые могут, ну, знакомые, не другом, скажем, знакомые, да? Снять трубку и позвонить и сказать, что едет пьяный человек. Я не хочу выступить апологетом сообщений, донесений, но подумаем, ведь в данном случае, как говорится, Платон, друг, а истинно дороже. Что делать? Мы никогда не построим государство, в котором будем себя чувствовать партизанами. И в таком случае, ну, сами понимаете. Ну да, очень верно. То есть это некая круговая порука людей, связанных вот этим противопоставлением себя и власти. Да, и это давняя традиция и в России, а уж тем более в советское время, когда советская власть, конечно, активно поощряла и донесения, и сообщения. Но я хочу одну вещь сказать. Власть ведь тоже менялась на наших глазах. Я очень хорошо помню тот фурор, который произвел указ Президиум Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 года о том, что отныне анонимные заявления граждан приниматься к рассмотрению не будут. Это была как революция, потому что власть на самом деле сама давала указ, по которому граждане должны были сказать, нам теперь нечего бояться. Мы должны понимать, что во имя нашей страны, во имя наших интересов управляется государство. И вот сегодня на самом деле нужно тоже в этом направлении вести большую работу. Я боюсь, что этот указ ныне не действует. И ФСБ, и многие силовые структуры принимают анонимные заявления с удовольствием. Но доказать этого не могу. Они недавно целый фильм приняли. Да, 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 да. Но фильм не анонимный, у него все-таки автор есть. Нет, фильм принес анонимный грузин. Ну, извольте, анонимный грузин, встретив на улице съемочную группу НТВ. Кстати, титры в фильме НТВ, ведь в первом фильме не было титров. Вы помните обсуждение новой газеты устроенной? Это уже гордость авторства, это уже называется. То есть авторы скромные, они не обязательно должны... Да, действительно, политика в нашу дискуссию пролезла обратно. Потому что действительно мы имеем дело сейчас с обострением всей политической ситуации в связи с таким массовым мощным доносом со стороны телекомпании НТВ. Причем доносом, как представляется, во многом сфабрикованным. Ну что ж, поговорим об этих и о других темах после перерыва. Добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о доносах. Этично ли доносить на своего ближнего? Говорить о том, что кто-то у тебя на глазах нарушил правила дорожного движения? Или может быть, что человек на твоих глазах берет взятки? Или сел пьяный за руль? Или, скажем, даже такая вот вещь, как человек, очевидно, совершенно живет непосредством? Можно ли об этом доносить в компетентные органы? Знаете, вот хочу услышать ваше мнение по этому поводу. 65 10 99 и 6. Звоните нам и скажите, этично ли сигнализировать о нарушениях общественного порядка? А вот наших гостей я хочу спросить. Напомню, что это Никита Петров из «Мемориала», Роман Баданин, журнал «Форбс» и Алексей Конов, Высшая школа экономики. Скажите мне, в последнее время растет ли вот эта вот культура гражданского самосознания и вот этого вот общественного контроля? Потому что, например, видя то, что происходит в интернете, сколько выкладывается роликов, как часто люди говорят, вот этот нарушил, вот этот нарушил. Вот это вот прорастает ли гражданская культура? Ну, безусловно, прорастает. Безусловно, прорастает вопреки. В общем, примеры мы все знаем, и они многочисленные, и они в разных сферах. В основном самые громкие связаны с теми сферами, в которых государство проявляет свою беспомощность, и в которых граждане обязаны, должны чувствовать необходимость внутри себя, брать эти функции на себя. Это проявляется очень вам, ну, поселок Сагра, Ройзмановский фонд. Это, в общем, при всех минусах и, как бы, особенностях этих процессов, это то же самое. Но здесь самоорганизация идет речь. Я имею в виду, когда люди именно вот в смысле доноса, ну, доноса, осведомлений, информирования власти. Ну, а о чем говорит популярность Навального, начавшего с публикации в своем блоге, скрытых им данных о транснефти, чем там еще, ВТВ, ТБ, о подозрительных госзакупках? Это, в общем, примерно то же самое. Это цивилизованная форма того, что мы здесь сегодня называем. Информирование. Да, да. Потому что на Западе называется whistleblower. Ну, на самом деле, Навальный, конечно, отнюдь не классический пример Висселблова. Навальный берет совершенно открытые данные, а Висселблова все-таки отличается тем, что он рассказывает то, что... Инсайт, да. Да, то, что не может быть доступно обществу. В этом смысле я бы больше вспомнил пример там Демовского, как бы к нему не относиться. Майора Демовского, да. И волну разоблачений сотрудников правоохранительных органов. Их было достаточно, на самом деле, много, потому что, увидев этот ролик, там, многие записали такие же ролики. У многих из этих людей была там потом не очень хорошая судьба. Но вот была такая некая волна. Ну вот это да, об этом мы еще поговорим, насколько безопасно так вести себя в нашей неправовой ситуации. А пока послушаем наших слушателей. 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Этично ли сигнализировать о нарушениях общественного порядка? Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы поставить вопрос по-другому. А кому доноситься? Знаете, если смотреть на это с плоскости какого-то правонарушения, которое, допустим, будет подано неанонимно, то правоохранительные органы, они могут к этому подойти ведь с разных сторон. Нужно на все смотреть с плоскости того, что люди, которые ответственны за принятие каких-либо решений в нашей стране, далеко не идеальны. И воспользуются они этой информацией, к сожалению, не так, как нужно. Ну да, то есть, собственно говоря, ты донес в милицию на какое-то правонарушение, они записали твои данные. И потом будут говорить, если хочешь, чтобы, так сказать, мы не раскрыли твои данные вот этому потенциальному человеку. И не факт, что они используют эти данные. Они могут использовать факт совершения кем-то какого-либо преступления. Они могут принять анонимные запросы и начать работать с сторонами, участниками данного процесса. Ну, коррупция позволяет по-всякому взглянуть на всю процедуру. Ну, хорошо. Ну, то есть, в вашем случае вы считаете тогда, поскольку несовершенство и коррумпированность нашей вообще правоприменительной и правоохранительной системы не позволяет вам вот это вот сделать? Потому что просто не будет эффекта. Я считаю, что нужно смотреть на все через призму, как уже было сказано, враг и друг. То есть, если я вижу конкретный повод увидеть в каком-либо поступке или в какой личности конкретного врага, то есть, допустим, как уже было сказано, пьяный человек, садящийся за рули, это человек, который ведет себя на улице некорректно, то есть, там, допустим, стреляет или, допустим, в окружающем. То есть, в данном случае, я считаю, вполне нормальным и более того адекватным поступком обратиться, позвонить в 02 и предотвратить что-либо возможное. Ну, когда ситуация более глобальна, более масштабна, обращаться в... И более того, она имеет какую-то финансовую подоплеку, куда-либо обращаться, это может быть... Бесполезно. Бесполезно, а, б, чревато какими-либо просто проблемами, более усугублением этих проблем. Ну, понятно, понятно, Алексей. Ясно, спасибо, спасибо. Александр, 651099,6. Александр, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, в общем, согласен, прослушал я предыдущего Звонюшевой, но я считаю так, что есть два критерия. Вещи, на которые мы можем повлиять, на которые мы не можем повлиять. Если вы говорите, что человек явно живет не по доходам, вот не надо, я считаю, лезть в доходы другого человека. Это как-то, с одной стороны, неэтично, с другой стороны, ничего не докажет никакой в жизни. А если, ну, вот какое-то правонарушение или вызывающее поведение видно, почему бы об этом не сказать? Это можно сделать анонимно. Вот, например, у меня около дома, вот у нового дома постоянно все паркуются на газоне, на пешеходном переходе. Как еще научить этих людей, что этого делать не надо? А вы что-нибудь делаете, предпринимаете по этому поводу? Ну, мы попытались поговорить с нашей, там, с управляющей компанией, у нас в сложной ситуации, да, там. На самом деле, я, если честно, не знаю, к кому это обратиться, можно по этому вопросу. Ну да, да, к парковке. Милиция не приедет, значит, от парковки на газоне, хотя дал... Еще как приедет. Приедет? Огромный штраф, который, по-моему, 5 или 7 тысяч рублей в Москве сейчас, который позволяет взять... Роман подсказывает, да. Это очень здорово, но вот ни разу такого не получалось. Вот можно увидеть миллион стоящих на газоне машин в Москве по ночам около домов, да, и хоть кому бы это что-либо стоило. Ну да, да. И на самом деле, я не считаю, что это доносом, но есть какие-то правильные вещи. Ну, по-моему, это просто твингт вот так поступать. Ну, у нас в стране по-другому людей, кроме как штрафом, наказать нельзя. Ну, наказывают еще... Ну, наказывают еще... Да, да, согласен, Александр, с вами. Ну, единственное, не согласен, что вот наказать штрафом, мне кажется, что сейчас я все больше вижу такого, знаете, народного самосуда. Ну, то есть даже у нас в районе, там, когда машина на газоне, ну, люди изготавливают стикеры какие-то, скажем. Есть такой популярный стикер, я паркуюсь как, ну, не будем говорить, чудак. Вот, такой немножко он оставляет следы на стекле, выходит, наклеивает вот это вот, значит, машинам на стекло. Просто сворачивают там зеркала, и мы эти там, ну, шины спускают. Я видел это, как все происходит, это все выкладывается в интернет, и вот это вот, как бы, такой гнев, волна народного гнева поднимается против вот таких вот. Ну, так это-то как раз происходит от того, что нельзя позвонить в милицию, гарантированно. Ну, да, не принимаются меры. Люди же понимают, что никто не поможет. Знаете, тут слушатель очень верную мысль высказал, хотя и немножко в такой неявной форме. Смотрю, хороший или плохой человек. На самом деле, водораздел донос-недонос проходит внутри каждого из нас. И мы понимаем, что вот то, что я считаю предосудительным, об этом надо сообщать. А то, что, в общем, на самом деле, с моей точки зрения, является дурацким законом или какие-то лишние запреты, вот об этом сообщать не надо. Одним словом, человек должен примеривать на себя. Я хотел бы, чтобы обо мне такое сообщали, или не хотел бы. То есть поступая с другими, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. И в этом смысле это, на самом деле, довольно верная вещь. О паркующихся, которые мешают нам жить, о пьяных за рулем, это все понятно. Но о чужих доходах тут человек задумается и скажет, а, собственно, какое мне дело до чужих доходов? Или если кто-то, например, вышел на марш несогласных, нужно о нем сообщать или не нужно? А это, на самом деле, не предосудительно. Это, на самом деле, не является нарушением Конституции. То есть здесь нужно смотреть, на самом деле, по факту самого преступления и самого деяния. А у нас, к сожалению, еще до сих пор окопная психология. Вот сегодня Алексей и Роман правильные примеры привели и о Навальном, и о Дымовском. Но ведь это мы против них. Ведь о ком они сообщали? То есть это по-прежнему вот в этой вот логике. Конечно. Они же сообщали о ком? О власти. То есть вот об этих гадах, которые наживаются или растрачивают, присваивают. Ну да, о богачах. Но ведь не о таких же, как они сами. Здесь, да. В данном случае, видите, это и есть еще пока остатки. Старая, да. Вот здесь очень важно социологически, Никита, вот то, что вы говорите, да. Да, вот есть же то, что делится общество и община, то, что называется гизельшафт общества социология и гемайншафт община. Вот. Вот гемайншафт типичный, это вот мафия, да, мафиозная братва, религиозное сообщество, свои, да. Это узкий круг своих, повязанных общей верой, общей кровью, общим делом каким-то. Вот. И вот этот круг своих объединяется, повязан некой как мафией о мертвой, да, о мертвой клятвой молчания, обетом молчания. И вот они-то объединяются против внешних. А общество, вот я с Германии начал, в Германии тот самый гизельшафт общества, оно абсолютно безлично, абсолютно контрактно нарушил человек. Или может быть подозрение на нарушение. В Германии ведь доносят, если кто-то, так сказать, там, я не знаю, простой там школьный учитель начинает там покупать себе ламборгини, то я думаю, что соседи проинформируют. Может быть сообщают. И в Америке. Может быть не доносят, а сообщают. И в Америке сообщают, информируют. 65, 10, 99 и 6. Этично ли сигнализировать о нарушениях закона? Магомед. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел сказать о том, что, допустим, пьяный однозначно за рулем птуха. И я лично звонил, вот однажды позвонил, прямо на выезде из двора этого пьяного стельку мужчину задержали сотрудники ТАМС. Молодцы. И вы молодец, Магомед. Хотя я думаю... Да, дело в том, что вот вы сказали, как человек оценивает это преступление, так типа и надо поступать. Ну, я не согласен с этим. Он может не отдавать себе отчет, что это преступление. И как бы не осознавать. Вот идет взрослый дяденька с ребенком, тащит его куда-то. Ребенок нервничает, волнуется. То есть я бы лично не то, чтобы позвонил, я бы выяснил, что это за человек, и тащит ребенка. То же самое, как с пьяным человеком за рулем. То же самое, где, я не знаю, обижают на улице или там кричат соседи, стучатся. То есть я считаю, что нужно совершать. Лишняя бдительность не помешает, особенно в наше неспокойное время. Спасибо, спасибо, Магомед. Вот тоже, кстати, интересно, и очень он подает пример. Вот скажем, с ребенком, мать с ребенком, сколько раз русские туристки, или, скажем, проживающие за рубежом, на это наталкивались? Если, скажем, мать жестко как-то говорит с ребенком, или там шлепнула его там по попе, дала под затыльник. У нас-то совершенно нормально проходит на остановке. В Германии запросто, и он на следующей остановке, там может подъехать полиция и сказать, что вы, как вы общаетесь с ребенком. Ну, просто у нас считается нормальным шлепать ребенка. Вот и все. Но с этими привычками лучше расстаться, если едешь в Финляндию, например. Ну да. Как мы теперь знаем. Да, да. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас, секунду, радио. Да, правильно, профессиональный подход. Так вот. Добрый вечер. Согласен целиком с вашими собеседниками, теми, которые в студии, теми, которые звонят. Единственное, я хотел бы добавить, в тех постулатах, которые были высказаны, что мы должны относиться к всему происходящему, с точки зрения наших каких-то моральных ценностей. Вот такой момент, а судьи кто? Ну да. Ну и там своим примером, буквально вчерашним, живу я в таком хорошем районе, как Матвеевская. Вот, и вчера в районе, там, половина двенадцатого ночи, надеюсь, никого не обижу, но, то есть, наши, ну, наверное, уже не гости, жители столицы, которые приехали с юга Советского Союза. Вот, трое молодых ребят отметили своего соотечественника, ну, соответственно, чуть постарше, который был. Вот, на все происходящее, ну, достаточно долго смотрели, в том числе и те, кто проживает вместе вот с этим одним человеком, который, ну, был пострадавшим. Да, да. Вот, соответственно, ну, там, только криками собственными с балкона и выходом потом с ними поговорить, вот, удалось вот этот весь процесс остановить. Вот, потом, соответственно, ну, была, стоял вопрос, там, в течение, наверное, часа в голове, звонить ли в милицию, полицию, что-то там кому-то рассказывать. И что? Позвали? И в итоге, нет, вот, в итоге для себя, ну, почему-то сделал вот именно тот вывод, что, ну, такая, так скажем, ну, милиция в данном случае неизвестно, когда бы приехала, и понятное дело, что все уже... Ну, то есть решили подручными средствами без вызова милиции. Да, но вот именно, именно вот в том вопросе, в том контексте, который вы вот сейчас обсуждаете, и был вопрос, то есть в итоге нужно ли об этом сообщить, и, соответственно, как-то с кем-то поделиться, чтобы где-то взяли на карандаш, и, соответственно, потом сделали какие-то выводы, или этого не делать. Вот, ну, и вот в этом конкретном случае, и, наверное, все-таки в общем пришел к мнению, что, ну, если сам можешь что-то сделать, то нужно это в первую очередь сделать, а уже потом... Ну, понятно, понятно, Сергей, спасибо, спасибо. И давайте еще, Роман, да, что вы хотели комментировать? Да нет, ну, все наши слушатели обозначили проблему совершенно верно. Если мы все здесь солидарно сошлись во мнении, что наше гражданское общество, наверное, дозрело или вот-вот дозреет до такого проявления гражданской активности, то дозрела ли до этого наша правоприменяющая система? Наша власть, да. Беря пример Магомеда, он, наверное, прав, что он сообщил сотрудникам ДПС о пьяном, которые выезжают на дорогу. Но есть ли у Магомеда уверенность, что этот пьяный, не дав 30 тысяч взятки, не уехал буквально через 100 метров от этих сотрудников и не натворил дел? Уверенности это и нет. Это, конечно, не значит, что это должно останавливать Магомеда и других в таких ситуациях. Ну, наверное, должно быть какое-то этическое действие без надежды на успех. Поэтому, ну, как бы это нужно учитывать. Это важнейшая сейчас проблема, дозрела ли или, наоборот, деградировала наша правоприменительная система в этом вопросе. Вы знаете, я вот еще хотел один момент добавить, если можно. Да, да. Мы очень много говорим сегодня, да, мы говорим сегодня очень много о доносах именно со стороны граждан, да, ну, там, увидели пьяного за рулем, не знаю, машины припаркованные на газоне и так далее. Но это как бы ситуация, когда общество доносит на каких-то своих несознательных членов, там, правоохранительной системе или власти. Есть ведь другая ситуация, вот тот самый классический случай высел-блоуинг. Это немножко другой вообще тип ситуации, когда прорывается какая-то информация из закрытых систем. На самом деле, вот мы сегодня эту тему вообще практически не обсуждаем. Когда там госслужащие начинают рассказывать о том, что происходит в их госорганах, да, или там сотрудники каких-то финансовых структур, корпорации рассказывают о каких-то злоупотреблениях. Это системы закрыты, о которых общество никаким другим способом информацию получить не сможет. На самом деле, если мы опять же обсуждаем там вопрос, там, борьбы с коррупцией, финансовых преступлений и так далее, то хотим мы этого или нет, но здесь доносительство это важнейший, если вообще не ключевой источник информации. Потому что системы настолько закрыты, что по-другому в них проникнуть-то практически невозможно. Ну да, единственная возможность гражданского контроля, и вот этим людям как раз больше всего и нужны различные программы защиты свидетелей. Я знаю, что вот Transparency International над этим очень много сейчас работает. Но здесь зато есть другое. Здесь зато есть энтузиазм и поддержка населения в таких случаях. Потому что как только мы узнаем о безобразии в крупных корпорациях или еще где-то, население реагирует как раз одобрительно, потому что оно одобряет и оно поддерживает этого человека морально. Вспомните, вспомните судьбу Сергея Магнитского, классические выслаблоуры, что его судьба населению. Нет, в данном случае его судьба власти отлилась довольно здорово. Дело в другом. Понимаете, вот когда-то еще во время французской революции был такой постулат. Журналист – шпион народа. И это абсолютно точное определение того, чем должен заниматься журналист. Он должен быть глазами и ушами народа. Если журналист выяснил что-то, нашел что-то, он должен это публиковать. Донос это или не донос? Опять же, зависит от вот тех самых моральных критерий. Это не донос. Донос – это когда ему дали информацию, которую он выяснил. Хорошо, с ними работают люди, которые ему дали эту информацию. Они хорошие люди или плохие? Вот они нарушили корпоративную этику. Представляете, кто-то рассказал о безобразии, которое творят сейчас в ФСБ или в МВД. Офицер, который на самом деле будет считаться государством, офицером, изменившим присяги. А общество должно его на самом деле носить на руках. Потому что он говорил о преступлениях, а не о каких-то замшелых секретах своей службы. Дело все в том, что общество, наверное, должно не носить его на руках, а пытаться придумать некие механизмы его реальной защиты. Многим из, там, whistleblowers им не нужно, чтобы их носили на руках, им нужно, чтобы с ними не расправились очень быстро. Ну да, скажем, другое дело вспомнить Никитин, да, вот этот вот офицер Северного флота, который в Белуну норвежскую сообщил. Он был абсолютно прав в своей деятельности. Да, с точки зрения российского общества и с точки зрения мирового сообщества и чистоты океана, не прав с точки зрения корпоративной этики. В общем, здесь сплошь возникают этические вопросы, которые мы обсудим после перерыва. Добрый вечер, снова мы, это программа «Археология». Сергей Медведев, наши сегодняшние гости Никита Петров, Центр-мемориал, Роман Баданин, Форбс и Алексей Конов, Высшая школа экономики. Говорим мы о доносах, об этике доноса, о политэкономии, может быть, даже доноса, насколько донос может быть встроен в структуру гражданского общества. 65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите, этично ли сигнализировать о нарушениях общественного порядка. Денис. Да, добрый день. Добрый вечер. Вы знаете, вот слушаю сейчас на протяжении, наверное, 15-20 минут, и, если правильно считаю, уловил такую нотку, то что все, кто звонят, ищут минусы в этом. Мне кажется, нужно искать плюсы. Я был очевидцем неоднократно, вот раз уж коснулись вопроса доносить до пьяных водителей, неоднократно видел, как подъезжал автомобиль, на котором стояли номера, принадлежащие определенным сигналам структурам. И вываливались просто, что водитель, что пассажир. Вопросы вот на них донести, что им будет. Ну да, это то, что говорят о судье кто, а куда, а куда говорить. Ну, может быть, для этого есть как раз интернет, это надо снять по возможности на видео, выложить в интернет, хотя бы так попытаться. Может быть, как-то корпоративное будет внутреннее их расследование сделано. Согласен, но в ходе последних событий в нашей стране, касаемо оппозиции, вопрос, что будет потом с тобой за то, что ты донес. Закон о клевете, да-да-да. Ну, касаемо вообще вопроса, правильно это или неправильно, я считаю, наверное, это нужно было бы назвать все-таки недоносом, а бдительностью. Потому что, ну, люди, которые садятся пьяные за руль, либо совершают какие-то поступки, ну, из ряда вон выходящие ящики, бороться с ними можно только таким образом. Согласен, согласен с вами. Спасибо, Денис. Владислав. Добрый вечер. Добрый вечер. Я просто практикующий адвокат в уголовным делам и несколько с другой стороны хочу к этому вопросу подойти. Владислав, радио выключите в бэкграунде там. По моему, допустим, мнению, в принципе, доносить абсолютно нормально, по крайней мере, в той же Германии это возведено практически в культ, но для того, чтобы подобные, ну, пусть даже их недоносами назвали, скажем так, сообщения в какие-либо органы о чем-то право, о каких-либо правонарушениях. Для этого необходимо, чтобы сами правоохранительные органы воспринимали эти сообщения нормально и, крайней мере, как-то хоть на них реагировали. Потому что сейчас, допустим, какой-нибудь звонок в милицию о том, что где-то драка во дворе там или что-то еще, или кто-то пьяный поехал, ну, на 99% не уже имеется его действие. Они скажут, да, хорошо, мы примем меры, повечат трубочку и будут продолжать сидеть там у себя в дежурке, веселиться. Это просто уже много раз проверено и по многим уголовным делам, которые я вел, вполне, так сказать, пока не убьют, вот труб будет, что называют. Как вот совершенно серьезно отвечают по телефону милиции, труб будет, тогда приедем. А юридически это возможно открывать, скажем, уголовные дела по сообщениям физических лиц? Как это сейчас юридическая практика? Возможно, но очень сложно. Потому что официально открыть уголовные дела нужно прийти, написать официальные заявления. То есть просто по звонку никто не откроет уголовные дела, никто не возбудит уголовные дела. Можно прийти, написать официальные заявления, должны зарегистрировать, провести доследственную проверку, принять решение о возбуждении уголовного дела. То есть это такой жуткий механизм, который с таким скрипом вертится до, собственно, скажем так, возбуждения уголовного дела. Ну да, понятно, Владислав, спасибо. Ну вот здесь такой тоже вопрос, а государству вообще это нужно, учитывая нынешнее наше состояние правоохранительных и вообще органов государственной власти? Нужна ли им такая гражданская активность? На самом деле самое смешное, что на самом деле нужна. Другое дело, что они сепарируют, им не про все нужно сообщать. Вот все эти мелочи, что вы там деретесь у себя во дворах, машины ставите, это мелочи, им это не нужно. А вот что-нибудь про несогласных, а вот что-нибудь про оппозицию, а вот что-нибудь про тех, кто что-то где-то, значит, имеет больше и скрывает. То есть государство в данном случае действует в собственных интересах, тоже своего рода корпорация. Когда мы говорим про Германию, мы понимаем, там все сознают, что государство действует в их интересах. У нас все наоборот, нас население сознает, что государство действует в каких-то своих собственных интересах, но исключительно не в наших. Но я не согласен с слушателями. Дело в том, что все звонки в 02 записываются. И в этом смысле всегда можно потом писать заявление в прокуратуру о непринятии мер. И если это давление на властные структуры для обеспечения порядка будет достаточно мощным, власть вынуждена будет что-то делать. Вы знаете, я тоже хотел добавить по поводу вопроса, сколько нужно государству. История как раз опять про госслужащих и про whistleblowing на госслужбе. У нас когда принимался закон о противодействии коррупции, была попытка вставить в него нормы о создании у нас системы вот такого вот информирования, уведомления о замеченных случаях коррупционных правонарушений. У нас такой системы сейчас нет. Чтобы вот ясно было слушателям, в отличие от многих западных стран, систем у нас такой нет. И вот была попытка эту норму придумать. В частности было написано, что у нас госслужащие будут обязаны сообщать о замеченных им коррупционных правонарушениях и о случаях склонения их и их коллег к коррупционным правонарушениям. И как раз вот, кстати, о недостоверности сведения о доходах и имуществе, то, что вот тут говорили, что человек живет непосредственно. Этот закон был внесен в первое чтение и претерпел удивительную метаморфозу ко второму чтению и к итоговой версии. Собственно, все, что касалось доносительства о коррупционных правонарушениях, замеченных, было вычеркнуто. И сейчас у нас вот эта вот статья 9, 273 закона о противодействии коррупции, она у нас говорит только, что государственный служащий обязан сообщать о тех случаях, когда его лично склоняли к коррупционным правонарушениям. Да, коррумпируют. О том, что он заметил вокруг себя, или если склоняли кого-то еще, или там о недостоверности сведения о доходах, он сообщать не должен. Вот. И это вот к вопросу о том, в чем заинтересовано и в чем не заинтересовано государство. И это, кстати, было изъято из законопроекта. Именно под флагом борьбы с доносителем. Да, 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 37-й год. Мы не стукачи, это 37-й год, говорили чиновники. Я прекрасно помню обсуждение этого законопроекта. Да, наслушаемый. Это же был флагман Медведев. Это же, чуть не сказал, первый срок. Да. То есть, ну да, не стимулирует. Тогда-то и было вытащено слово стукач, стукачество, что значит... Да, да. А ведь в Америке, по-моему, в Израиле тоже такое сплошь и рядом поощряется, и люди даже процент получают от такого рода, так сказать, сообщения о вот этой жизни непосредством и о коррупционных... Да, недавно один человек получил 100 миллионов долларов. Это UBS, да. Да. В Америке действительно очень много, начиная с 19 века, нормативных актов, которые устанавливают вознаграждение за доносы. Ну, если факт правонарушения доказан, если там можно рассчитать сумму, в общем, и это все больше и больше увеличивается сейчас. За последнее время, даже в 2012 году, приняли еще несколько нормативных актов по поводу премирования доносителей. Но на самом деле, мне кажется, мы немножко преувеличиваем тоже хорошее отношение к доносителям в западных странах. На самом деле, проблем с этим существует масса во всех странах, и не потребовалось бы тем же самым Соединенным Штатам принимать закон о защите разоблачителей, если бы их не от чего было защищать. На самом деле, доносители, а уж тем более тех, кто раскрывает закрытую информацию о корпорации, их не любят нигде. И тоже была очень интересная в последнее время история о том, как в США пытались вносить поправки закон о защите разоблачителей. Очень долго и трудно, много лет этот законопроект проходил, вот сейчас он, наконец, там у них прошел. Но в конце 10-го года приключилась просто детективная история. Он единогласно был принят обеими палатами Конгресса. И во время последних слушаний, последних, один из сенаторов воспользовался своим правом отложить рассмотрение анонимно для дальнейшего знакомства с документами. У них есть такое право у сенаторов, чтобы вроде бы как лучше разобраться в вопросе, а анонимно, чтобы на него, понятно, не спускали всех собак, что он тормозит нужную инициативу. И вот его взяли и затормозили. И в последний день он закрылся. Сессия Конгресса закрылась, закон не рассмотрели. То есть, на самом деле, противодействие этому есть во всех странах. Не нужно этого идеализировать. 65, 10, 99 и 6. Необходимо ли доносить на ближнего? Необходимо ли сообщать о правонарушениях? Не будет ли это являться стукачеством, которое так прийти к нашему обществу? Юрий. Алло. Да, Юрий, добрый вечер. Да, да. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, гости. Ну, я вот считаю, конечно же, это необходимо. Это не вопрос этики уже. Это вопрос нашей выживаемости. Я не утриживаю. Я вот вляпался как. Уже несколько лет не могу, господи, прости, разобраться. Надо мной живут соседи, которые устроили цех по переработке. Короче, делают спиртное. Стоит сильнейшая вибрация. Я просто... В жилом доме. Так, надо мной. Пятый этаж, пятиэтажный дом. Я на четвертом. Под ними живу. У меня вибрирует диван, да? На коем я сплю. И я ослеп. Вот что я заметил-то почему. Потому что я прибегал домой, переспал и на работу. А сейчас я прикован почти. Вот два года не выхожу, да? А до этого я увидел, как они выносят тюками свое производство. Грузия... Понятно. Проблема ваша понятна. Хорошо. Ваши действия, Юрий. Вот я заявляю 0-2. Первые двое даже не поднимаются. Ко мне не сразу понимают, в чем дело. Вторые поднялись. Забрали бы меня. Но, видите, слепой. Ничего. Вызываю опять 0-2. Записываю фамилию дежурного по городу. Вызывают ко мне ОБЭПовцев. Двоих молоденьких оперативничков. Вот. В этот день сразу же они грохочут надо мной. То есть их предупредили. Менты наверняка куплены. В общем, четыре ночи и пять дней. Ну, понятно. В общем, ваша история в том, что никакие обращения не работают, и власть в этом отношении абсолютно не реагирует на ваши сигналы. Поверили меня по компьютеру, и четыре ночи, пять дней вообще тишина была. И потом снова. Кое-когда звонился. Нет. Участковый не приходит. То есть обходит меня стороной. И все продолжается. И все. Кое-что они убрали. Вот то, что я в заявлении. Они писали. Понятно. Ребята. Убрали. То есть работают на одну лапу, понимаете. Ну, понятно, Юрий. Очень такая типичная. Это такая пущевка. Это уже абсолютно все та же. Типичная история. Все, все, все так же. Ясно. И еще последняя. Юрий, извините. У нас очень, да, очень много звонков. Но действительно, мне кажется, такой очень типичный случай рассказал Юрий. Кто судьи? Куда стучаться? Куда стучать, если это вообще еще называть стуком? Даже не стучать, а просто стучаться. Если все наверху куплено, и это по такому серьезному экономическому преступлению. 65, 10, 99 и 6. Этично ли доносить? Вот Глеб считает, что кажется нет. Глеб, слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот слушаю вашу передачу, и почти каждый позвонивший говорит, что это позитивно на жизнь нашего общества. Однако же, вот я считаю, что нет. Поскольку мы все имеем наследие 90-х годов, и наша правоприменительная система несовершенна, поэтому, так или иначе, каждый человек, который живет в нашей стране, который достиг уже 18-летнего возраста, так или иначе, какое-то преступление совершил. Может быть, не уголовное, но административное точно совершенно. Будь то откуп от армейской повинности и тому подобные вещи. Нет, ну, может быть, даже, я не знаю, там, взятку сотруднику ДПС там за рулем и так далее. Ну, многие, многие, так скажем, не были. Да. Ну, я думаю, что большинство. Да. Вот, поэтому, в принципе, любой сосед там по личной клетке может принести на тебя за то, что ты купил там машину дороже, чем у него, и будешь иметь проблемы с органами. Как-то совершенно не факт, что человек, который будет заявлять об этом, будет достаточно разумен и достаточно, так сказать, социализован, чтобы действительно отличить зерна от левил и действительно правонарушение серьезное какое-то сообщить о нем, а не просто о том, что ему не понравилось. В общем, вы считаете, что это та бритва, которую не надо давать в руки нашему обществу? Считаю, что да, еще пока не готово. Понятно. Очень сильно не готово. Понятно. Вот вы как думаете, что вот это действительно возражение, что это появится такое тотальное повальное стукачество, что люди начнут доносить? Мне кажется, все-таки, что общество достаточно уже... Я бы сказал так, что это несерьезно, да. Это несерьезно по той простой причине, что вот что делать человеку, которому просто мешают жить? Вот как слушатель, над головой которого устроили там, не знаю, цех, игра хочет. Что делать человеку, которого еще каким-то образом ущемляет в том числе и коррумпированная власть? Он должен писать об этом, он должен заявлять об этом. А считать, что все не без греха, и поэтому давайте никто ни в кого не будет бросать камень, это несерьезно. Нужно на самом деле искоренять те вещи, которые нам действительно в повседневной жизни мешают жить, и поднимать общество до уровня правосознания. Понимание, что правильно, что неправильно. И что, собственно, слушатель так боится? Скажет, что он купил дорогую машину, ну и что с того? Ну, если купил... Значит, получается, что у него совесть нечистая, а если он честный и вполне заработанный деньги, это купил. Чего бояться-то? Вы знаете, с этим очень сильно вылезет сейчас. Чего все забоялись-то? По-моему, они по новому закону, это со сдачей квартир. Потому что это вот как раз то, что говорил только что у нас звонивший, у нас же десятки миллионов людей в этом, и все это никакими практически налоговыми органами не регистрируется. Здесь, мне кажется, на пороге такой очень сильной стукачевской революции. Которая будет поощряться, кстати говоря, налоговыми органами. А есть какое-то материальное поощрение? Ну, в настоящем законодательстве, насколько я понимаю, нет. У нас нет, да. Но, опять же, во всем, ну не во всем, но во многих странах мира такие практики поощряются, и считается, что это, в общем, нормально. Я хотел сказать вот еще о чем. Мне кажется, что вот та волна, которой боится вот последний звонивший, волна этого стукачества, на нее не повлияет отсутствие или там наличие неких формальных, продуманных, нормальных механизмов для тех, кто хочет сообщить о действительно каких-то значимых правонарушениях. Люди, которые хотят настучать, там, не знаю, извините, на то, что с ними Собчак едет в автобусе, да, они позвонят куда надо и без, там, есть у нас какие-то... Это химкинский эпизод? Да. Доброходы у нас всегда найдутся, и никакие там... То, что мы обсуждаем здесь, там, необходимость каких-то формальных мер, там, да, каких-то механизмов, которые позволят учитывать эти обращения, никак не повлияет на наличие или отсутствие стукачества. Такое бытовое стукачество, оно как было, так и будет. Как было, так и будет. Григорий, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я в эфире, да? Да, да, вы в эфире. Значит, я считаю, что порядок в стране можно навести, если ввести существенные штрафы, существенные наказания за, казалось бы, несущественные правонарушения. Например? Ну, предположим. Ух ты. И тот, кто... Да, и тот, кто... Но, конечно, он должен, стукач должен доказать, доноситель должен доказать, если сможет доказать. Если не сможет доказать, и получится, что он клевещет, тогда штраф в отношении доносителя. Отнять квартиру тогда, отнять квартиру стукача. Ну, понятно, Григорий, ясен, я понимаю ваше гражданское возмущение, ну, так сказать, экстремизм такой. А почему такие полумеры? Может, сразу во дворик вывезти и расстрелять? Нет, зачем? Просто так или иначе мы останемся с квартирой. Либо от доносителя, либо... Либо того, либо другого. Нет, но у нас есть любители закручивания гая и доведения всего до абсурда. И целый город, который идет по пути подобного рода законопроектов, если мы вспомним, Санкт-Петербург был в нынешнем исполнении. Закон о топоте котов. Ну, действительно, мне кажется, здесь во всем этом очень важно соблюдать какую-то меру и провести границу между общественным интересом и частной корыстью, возможно, и частной пользой. Но вот что мне кажется, что во всем этом постепенно прорастает общественный интерес. Вот то, что я вижу, то, что в нашей передаче мы уже несколько лет фиксируем, следуя состояние нашего общества. Ведь, понимаете, это из той же серии и окупайи, которые на бульварах выходят, и люди, вышедшие на Сахаровой и на Болотную, и наблюдатели, которые появились на выборах, и люди, которые готовы потратить свое время, свои нервы, свои ресурсы на то, чтобы рассказать о каких-то соседях. Вот. Это все тоже вот это прорастание нашего гражданского общества. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Никита Петров, научно-информационный центр «Мемориал», Роман Баданин, журнал «Форбс» и Алексей Конов, высшая школа экономики, программа «Археология». Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...